Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочется поговорить и продолжить нашу тему, которую мы уже начинали, о мифах похудения. Ну, то мы говорили о мифах похудения, а сегодня хочется поговорить о мифах... мифах правильного питания. Вроде слово из трех букв, это можно запутаться. Итак, о мифах правильного питания. Начнем с яиц. Буду снимать порчу с яиц. Бытует такое мнение, которое привили нам, наверное, лет 20 назад, что яиц в день можно съедать, ой, не в день, а в неделю, можно съедать там 2-3 яйца в неделю. Или там, ну, максимум там 3-4. И многие так и делают. Многие столько яиц и съедают. Приветствую, девушки, кто присоединяется. Спасибо, что вы нас слушаете, постоянно слушаете. Я верю, что вы получаете что-то полезное, раз вы приходите. Так вот, яйца. Яйца. 2-3-4 штуки в неделю. Вот такое мнение бытует. Откуда взялось это мнение? Ну, было такое мнение, что там много холестерина, ну, там действительно его много, но то, что это плохо, уже сняли. Сняли это мнение, сняли это негативное отношение к этому, об этом отдельное исследование. Сейчас мы не будем об этом говорить. О холестерине – это такая тема, знаете, лучше говорить ее за закрытыми дверями. Когда есть обратная связь, и можно услышать возмущение в свою сторону. Поэтому, потому что там холестерин, потому что они жирные, поэтому их количество очень резко сократили в рационе. Сегодня уже сняли много исследований, много доказательств того, что этот холестерин, который находится в яйцах, никак не влияет на сердечно-сосудистую систему. Делали много опытов, брали одну группу, брали вторую группу, давали тем, давали яйца, тем не давали. Даже делали такой эксперимент, одну группе давали 15 яиц, столько желтков в день, и две недели наблюдали, и никаких изменений по холестерину не обнаружилось. Поэтому смело кушайте яйца, потому что это очень классный, можно сказать, идеальный завтрак. Два яйца в день можно смело есть, и это, во-первых, идеально по белочку, вкусно, сытно, ну то, что там, насколько они полезны, это вы можете сами прочитать в интернете, насколько полезны яйца. Значит, первое мы рассказали, первый миф – это ограниченное количество яиц, два-три в день, два-три в неделю. Яйца можете спокойно кушать. Второй миф тоже про яйца, и я знаю, что до сих пор так поступают люди, они отделяют белок от желтков, и едят только белки. Все по той же причине, потому что желтки якобы жирные. А какое у нас мышление порой, то есть такое прямо линейное, если желтки жирные, значит от них что? Значит от них жирнеет. Но в организме все совсем не так происходит. И когда человек отделяет белок от желтка и ест только белок, то в желтке он теряет огромное количество очень важного вещества. Ну так как это жиры, да, желток, и именно там содержатся такие жиры, как фосфолипиды, то есть лицетин. О лицетине я делала отдельное видео, вы можете посмотреть, ну достаточно сказать, что 50% печени, 17% нашей нервной системы и 30% нашего мозга состоит из лицетина. И когда у человека происходит дефицит лицетина, накапливается в организме, то это выражается вначале раздражительностью, усталостью, он туго соображает, ну то есть у него плохая концентрация, особенно это деток касается. Поэтому лицетин важен, необходим. При этом, что он наоборот работает с ожирением печени, да, и он работает с тем, что выводит остатки плохого холестерина из организма, в то время как люди наоборот думают, что там холестерин, поэтому его кушать не нужно. Поэтому лицетин делает очень-очень много работы, полезной в нашем организме. Ну и то, что каждая наша клетка, каждая, которых триллионы находятся в нашем организме, у нее есть внешняя оболочка, мембрана, так вот эта мембрана, она состоит из лицетина в том числе, на очень большой процент. Поэтому каждая клеточка имеет вот этот вот мембранопротектор, то есть вот эта вот оболочка защитная, она состоит из лицетина. И так получилось, что из продуктов питания больше всего лицетина находится именно в яйцах. Поэтому, когда человек лишает себя желтков, он лишает очень важной части питания. И тогда вопрос, если он при этом не ест лицетин какой-то, ну, добавочно в свой рацион, то откуда он его берет? Вот это второе, что хотелось сказать. Третий момент. Это про хлеб. Про хлеб. Бытует такое мнение, что черный хлеб намного диетичнее, намного полезнее, чем белый. Ну, я хочу немножко развеять этот миф. Частично, частично. На самом деле, если сравнивать калорийность, то в некоторых черных хлебах калорий в черном хлебе больше, даже чем в белом. Но так как мы с вами калорий не считаем, я думаю, кто давно меня слушает, уже об этом знает. Мы смотрим и обращаем внимание на углеводы, на белки. Вот. И углеводов в черном и белом хлебе практически одинаковое количество. Да, у них разный гликемический индекс. И да, действительно, черный хлеб, чуть меньше сахара пойдет в кровь, если вы будете есть черный хлеб. Но если вы сейчас худеете, работаете над своей фигурой, именно в программе стройности, в программе похудения, то ни черный, ни белый хлеб вам не подходит. И дальше здесь же про... Ну, дальше продолжим дему про углеводики. Очень часто слышу про то, что человек отказался от каких-то там пирожных, каких-то там, ну, может быть, конфет, каких-то сладких булочек. Он всего лишь навсего ест диетическое печенье. Такое, как галетное печенье, печенье вот Мария или Мрия, вот это вот есть крекеры, и, например, сухие бублички. И очень часто деткам мамы дают с собой. То есть, как бы, ну, в общем-то, это так, диетически это как бы ж бубличек, тут все хорошо. Ну, так вот, хочу вас огорчить по этому поводу. Вот я выписала. Углеводов в галетном печенье содержится 66 грамм. Это на минуточку 4 столовые ложки сахара и плюс 1 чайная ложка сахара в 100 граммах. В крекере 80 грамм углеводов, нет, нет, 67 грамм углеводов, то есть столько же. В бубликах 57. Ну, почти 4 столовые ложки сахара. Понимаете? А это за счет того, что эти продукты легкие и кажутся такими безобидными, на первый взгляд, потому что они обезжиренные, опять же, да, у нас в голове, как они безжирные, они сухие, значит, они диетические. Значит, все хорошо, значит, можно есть, от них не толстеть. То есть, ну, да, ну, это тоже миф по поводу того, что жир, раз жирная еда, значит, от нее жиреют. Ну, просто это тоже миф. Нет, они от жирной еда жиреют. А от углеводистой. И не только сладкой. Поэтому крекер, бублики, галетные печенья, это все. Во-первых, вы можно съесть больше, согласитесь, оно легкое, крекер, что там легкое печенье, 100 грамм съесть, вообще, по-моему, ну, не проблема. Потом, что бублики, ну, 100 грамм, ну, слушайте, надо взвесить, потому что нет бубликов. Сколько это бубликов? Ну, наверное, 5-6. Ну, вот кто ест бублики? Наверное, это 100 грамм. Вот. Съесть легко. При этом вы сразу получаете 4 столовые ложки сахара. Если это бублики, то они 100% все пойдут в кровь. Гликемический индекс бубликов, то есть это говорит о том, что какая часть этого сахара пойдет в кровь. 100% пойдет в кровь. То есть уже мгновенно 4 столовые ложки сахара от ваших 100 грамм бубликов сразу в вашей крови. То же самое с крекерами. Чуть меньше, не все 100%, но 80% они будут там. Понимаете? Поэтому вот это вот то, что оно сухое диетическое, это очень обманный маневр. Поэтому на этом вы никогда не похудеете. Точно так же, как и на черном хлебе. Если мы говорим о стройности и о похудении. Сейчас мы говорим именно об этой категории людей. Если у вас с этим все хорошо, то там есть тоже свои оговорки. Сейчас не об этом. Ну и последнее, наверное, что сегодня поговорим, это водичка. Бытует такое мнение, что нужно выпивать полтора литра воды. Если вы весите 50 килограмм, то да. Но если вы весите 100 килограмм, а выпиваете, как и говорят, полтора литра, то вы накормили ровно 50, напоили ровно 50 килограмм своего тела. А остальные 50, к сожалению, остались без воды. То есть все наши, ну, откуда взялось вообще полтора литра, то есть это нормы, которые не я придумала, нормы, которые придумала Всемирная организация здравоохранения, нормы, которые, в принципе, поддерживает Минздрав той страны, в которой вы живете, ну, Украина, Россия точно. 30 миллилитров на килограмм тела. Недавно я увидела такую информацию, что мужчинам дают большую норму. 35 миллилитров. То есть мы всегда говорим 30 миллилитров для всех, да, то вот недавно увидела информацию, что для мужчин 35 миллилитров, то есть еще больше. Поэтому 30 миллилитров, если вы ввести 50 килограмм, будет вам полтора литра. А если 100? А если приходят женщины, которые хотят постройнеть, а они не только 100 килограмм весят, они и больше весят, то полтора литра для них это ни о чем. Ну, это так очень грубо, так можно сказать. То есть это напоили там полтуловища, а полтуловища не напоили. То есть какую вы напоили сейчас? Первую, вторую? Верхнюю в смысле или нижнюю? Поэтому это то, что касается воды. Все, что касается питания нашего организма, вода, еда, витамины, минералы, все, что необходимо организму, оно должно как-то соизмеримо быть с вашими размерами. Ну, в смысле, даже с вашим весом, не размерами. С вашим весом. Поэтому человеку, который весит 60-50 килограмм, ему нужно одно количество еды, ему нужно одно количество воды. А если человек весит в два раза больше, соответственно, ему нужно практически в два раза больше еды и воды. Вопрос там, насколько оно переварится, усваивается, это уже все индивидуальная работа. Но для понимания, если мы кормим каждый килограмм тела и поим каждый килограмм тела, то, соответственно, если этих килограммов в вашем теле сегодня больше, чем хотелось бы, больше нормы, то, ну, надо всего больше. Ну, вот так вот. Вот, поэтому об остальных, это еще не все мифы, их еще намного больше, но будем дозировано. Постарайтесь применить то, что, те, что я уже сказала по поводу хлеба, печенек, ну, я надеюсь, что вы уже правильно завтракаете и вы уже кушаете яичницу там или не боитесь. Но это не обязательно яичница, то есть если мы говорим о яйцах, то это может быть омлет, яичница, это может быть вареные яйца, что хотите. А вот для тех, кто не любит яйца, вот я, например, я не очень люблю этот продукт, хотя я понимаю, что он очень полезен, очень необходим, поэтому я для себя нашла другой способ, как кушать яйца, чтобы было вкусно. Обязательно в каком-нибудь выпуске покажу вам, даже покажу, продемонстрирую это на сковородке. Ну, вот так вот мне легко и просто есть яйца. А вообще я их не очень люблю. Поэтому о мифах сегодня все. В следующий понедельник мы о них тоже поговорим, но сразу вас хочу пригласить следующего понедельника по пятницу, какое это будет число, у нас 22-е, с 22-го по там 27-е число у нас будет марафон «Худеем в осень». Поэтому все, кто хочет стронить, худеть, присоединяйтесь, это будет море полезной информации. 100% вы сможете ей воспользоваться, и она будет вам полезна. Больше узнаете о нашем курсе «Стройность навсегда» и, возможно, захотите проходить этот путь вместе с нами. Поэтому заранее вас приглашаю, обязательно еще в следующий понедельник об этом скажу, но говорим уже заранее. Будет это вечером с 19 до 21.00, каждый день с понедельника по пятницу, аж на следующей неделе, то есть 22-го числа. На этом все. Хорошей вам классной, плодотворной недели. Пусть еще солнышко подольше нас порадует. А вам пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»